День Города 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 Напомним, что ранее доходы депутатов за год опубликовала областная дума. Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу. Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем проводится индексация. Таким образом, после каждой индексации пенсионер будет получать выплаты выше прожиточного минимума, а не равные ему. По такой схеме проиндексируют пенсии, которые были ниже прожиточного минимума с 1 января 2019 года. Продлили домашний арест на месяц. Андрею Минаеву просит следствие. Напомним, ректора Рязанского государственного университета задержали 1 апреля. Были возбуждены два уголовных дела за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особенно крупном размере. Сначала его заключили под стражу, однако Рязоблсуд заменил меру пресечения на домашний арест. Ближайшее заседание по делу назначено на 29 мая. Напился и забил мать до смерти. Суд направлено дело в отношении бывшего полицейского. Из-за чего произошел конфликт, ставший причиной трагедии, расскажем далее. 54-летний житель Рязани, бывший полицейский, а до недавнего времени сотрудник частного охранного предприятия, приехал к матери в Соколовку. Это был обычный выходной, в который он решил выпить и помочь ей по хозяйству. Стал ей предъявлять претензии по поводу того, что она якобы хотела подарить свой дом соседке. При этом попросил у нее предоставить ему документы, оправив собственно данное имущество. Последняя найти их не смогла, в связи с чем он на нее разозлившись, стал причинять ей телесные повреждения. Мужчина начала сбивать мать, наносил ей удары по голове и телу. Сколько раз тебе было говорить, что надо этот документ, этот сережный документ. Я ее вот отсюда ударил вот так вот. Женщина через некоторое время скончалась от полученных повреждений. Мужчина, поняв, что произошло, вызвал скорую и полицию. Сначала рассказал следователям, что пришел в дом, а мама уже лежала без признаков жизни. Но собранные доказательства заставили его признаться в содеянном. Как поясняет нам обвиняемый, что алкоголь повлиял на него, стал себя не контролировать. Вспышка агрессии, по сути, ничем не обоснованная. И не менее 10 ударов нанес. То есть у нее шансов не было практически? Да, умерла она от причин смерти и является закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчина полностью признал свою вину. Сотрудничал со следствием. Согласился на проверку показаний на месте преступления. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет СИЗО до 20 июля. По статье «Умышленный причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит срок до 15 лет лишения свободы». Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Расследование еще одного дела, связанного со смертельным травмированием, завершено. Ранее судимый 50-летний мужчина предстанет перед судом по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Напомню, что в декабре 2018 года возле одного из рязанских кафе произошла ссора между обвиняемым и ранее ему незнакомым мужчиной. Они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры обвиняемый ударил своего оппонента в лицо. Последний упал и скончался от полученных телесных повреждений. С места преступлений злоумышленник скрылся. После задержания обвиняемый попытался ввести сотрудников правоохранительных органов в заблуждение, сообщив о якобы некриминальном характере наступления смерти. Однако в результате грамотно организованных и проведенных следственных действий мужчина сознался в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. Спартакиады Роснефти вновь проходят в Рязани. Зональный тур корпоративных соревнований наш город принимает уже в шестой раз. Свои спортивные навыки показывают более 300 спортсменов – дочерних предприятий Роснефти. Подробности в нашем сюжете. Первый старт – женская эстафета. Скорость и выносливость показывают сотрудницы дочерних предприятий Роснефти. Из Украины, Москвы, Орла, Брянска, Усинска. Однако первый к финишу приходит рязанская спортсменка. Она обогнала соперницу буквально на последних метрах. Пока еще не пришло осознание, потому что очень хотелось выиграть, конечно, у нас в этом году состав такой вроде старый, но новый. Потому что большая часть команды – это декретные мамы. Поэтому готовились, тренировались, хотели показать достойный результат. Рязанская сборная считается одним из фаворитов 15-летней спорта Киады ПАО и НК Роснефть. Ее зональный этап проходит в нашем городе уже в шестой раз, и мы стабильно входим в число призеров. Помогают регулярные тренировки, ведь спорту компания РНПК уделяет особое внимание. По всем видам спорта тренеры, которые специально работают с командами, то есть знают особенности спортсменов и целенаправленно готовят их к соревнованиям. Тренировки регулярные, участие в региональных всяческих соревнованиях, которые у нас есть, ну, соответственно, да, все спортсмены подготовлены. Охрана здоровья и поддержание здорового образа жизни являются приоритетными направлениями социальной политики компании Роснефть. И она дает свои результаты. Более 20% работников занимаются спортом, поэтому конкуренция на спорта Киаде по-настоящему высокая. Дмитрий Афанасенко приехал из Брянска. Он участвует в соревнованиях уже восьмой раз. Готовимся за два месяца, подходим с тренером, плотно занимаемся, мы где-то два раза в неделю, ну и самостоятельно. Каждый человек делает утром зарядку, вечером пробежечки, поэтому все готовы. Напомним, что участники традиционно соревнуются в 11 видах спорта. Среди них мини-футбол, волейбол, баскетбол, боулинг, бильярд, перетягивание каната, силовое двоеборье, шахматы, настольный теннис. Открыли турнир соревнования по легкой атлетике. Стоит отметить, что две сильнейшие команды по сумме очков всех дисциплин поедут на финальный этап корпоративной спартакиады, который пройдет в сентябре в Сочи. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Взять книгу в удобном месте можно, не заходя в здание библиотеки. В Рязани скоро появится мобильное отделение на базе одного из торговых центров. О новых современных возможностях расскажем в нашем сюжете. Сто лучших мировых произведений теперь доступны в электронном виде. Их можно скачать на телефон, присев на эту лавочку около библиотеки имени Горького. Достаточно взять мобильный телефон, установить на него приложение для распознавания QR-кодов, навести на интересующую вас книгу и все, она у вас в телефоне. Автоматическое скачивание происходит с официального сайта библиотеки, поэтому вы получите полный текст книги и можете быть уверены в отсутствии вирусов. Такое ноу-хау появилось в понедельник, а в субботу начнет работу первый в Рязани мобильный пункт библиотеки имени Горького. Он будет находиться в торговом центре «Импятьмол». Эта идея вообще не новая, но она в некоторое время была забыта, и сегодня совсем немного библиотек в стране, одна в Москве, одна в Санкт-Петербурге, библиотека Маяковского, начали пробовать работать на выезде. Теперь за нужной книгой не нужно идти в само здание библиотеки. В мобильном пункте можно будет получить все привычные услуги. Например, оформить электронный читательский билет, взять книгу или вернуть, продлить срок чтения. Все это по-прежнему можно сделать бесплатно. При этом ассортимент ориентирован на новые здания. Это современная, новая литература, которую мы закупаем в библиотеке и выносим вот в этот зал. Это художественная литература. Есть литература и для детей, и для любителей детективов, фантастических повестей и рассказов. Если нужной вам книги в мобильном отделении не окажется, вы сможете оформить заказ и ее доставят из основного здания библиотеки в ближайшее время. Стоит отметить, что библиотека сегодня это не только книги, но и площадка для получения новых знаний. Мы готовим большие проекты, программы, мастер-классы, экскурсии для детей. И работать мы будем в пятницу, в субботу, в воскресенье с 11 часов до 19, вот три дня в неделю. Открытие мобильного пункта состоится 1 июня в Международный день детей в торговом центре М5МОЛ. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok.